Три типа стекла и зеркала Доброе время суток, друзья! Начнем с простейшего стекла. Создайте браш, покрытый текстурой No-Draw, и окрасьте нужную грань одним из стеклянных материалов. Для иллюзии простейшего бронированного стекла этого будет достаточно. Чтобы сделать стекло простейшим разбиваемым, конвертируйте браш в Funcbrickable. В свойствах Entity можно указать тип материала, прочность стекла, выбрать направление вылета осколков. Также стекло может разрушаться по команде извне через Input. Если поставить здесь галочку, стекло будет разрушаться от соприкосновений. Реалистичное разбиваемое стекло. Для создания такого стекла потребуется превратить браш в Funcbrickable Surf. В свойствах почти все так же, как и с Funcbrickable. Стекло-модель. Да, и такое было на Source, а конкретно в игре Portal 2. Такие стекла разбиваются не в самой игре, это заранее приготовленная анимация в 3D-редакторе. И такие стекла ощутимо нагружают пока. Экспериментируйте, если хотите, графона. Зеркало. Пожалуй, самое недооцененное средство для мапперов. Чтобы создать его, конвертируйте браш в Funcbrickable Glass. Лицевая сторона должна быть покрыта материалом Reflective Glass. На выбор предоставлено несколько материалов разбитого стекла. Чтобы придать зеркалу реалистичности, новым слоем покройте его простым брашем с мутным стеклом, дабы зеркало не казалось порталом в другой мир. Должны заметить, что в Half-Life 2 зеркало не будет отражать модель игрока, так как таковая изначально невидима. Если мы что-нибудь забыли, добавьте информацию в комментариях. А пока-пока. Удачи, Тамадачи!